Европейский Центральный Банк придерживается своих прогнозов роста, несмотря на новые локдауны в Европе, которые могут еще больше снизить деловую активность и объем производства. Глава Европейского регулятора Кристин Лагард выступила против экономического пессимизма, заявив, что восстановление произойдет по мере снижения неопределенности в связи с пандемией и что Европа обладает всеми инструментами, необходимыми для преодоления кризиса. Даже с учетом того, что большая часть еврозоны, состоящей из 19 стран, находится в изоляции, Лагард продолжала прогнозировать восстановление, при условии, что экономические ограничения могут быть сняты, начиная со второго квартала 2021 года. В прошлом месяце ЕЦБ снизил свой прогноз роста на текущий год до 3,9%, после сокращения на 7,3% в 2020 году. Однако всевозможные ограничения, в том числе в Германии и Франции, наряду с медленным внедрением вакцин уже ставят под сомнение этот прогноз. В прошлом месяце правительство многих европейских стран объявили о новых жестких мерах по противодействию распространения коронавируса. В прошедший вторник локдаун был введен в Нидерландах, он продлится до 9 февраля. Германия, находящаяся в изоляции с ноября прошлого года, рассматривает возможность ее продления еще на 8-10 недель. Австрия закрыта до конца января, Франция ужесточила комендантский час, а Португалия рассматривает возможность введения национального карантина. Эти меры последовали за ростом числа случаев заражения и смертей от COVID-19 в рождественский период. В некоторых случаях новые цифры даже хуже, чем во время первой волны эпидемии, которая произошла весной 2020 года. Еврозона начала вакцинацию граждан в конце декабря. Критики утверждают, что прививки от COVID-19 внедряются слишком медленно и что количество доз недостаточно. Однако Европейская комиссия, которая заключила контракты с производителями вакцин, отвергла эти обвинения. 10 декабря ЕЦБ заявил, что, согласно его прогнозам, достаточный уровень коллективного иммунитета будет достигнут до конца 2021 года. Чем дольше будут продолжаться блокировки, тем сильнее это будет оказывать влияние на экономики стран с единой валютой. Устойчивый рост евро по отношению к доллару также рискует замедлить рост и инфляцию. Экономисты из частного сектора уже снижают свои прогнозы роста. При этом Банков Америка прогнозирует рост на 2,9%, что на целый процентный пункт ниже предыдущего прогноза. Чтобы поддержать экономику еврозоны, ЕЦБ уже продлил сверхмягкую политику до 2022 года. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok